МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный партнер полезной программы Витебское молоко. Люби настоящее! Здравствуйте! В эфире полезная программа. Мы с нетерпением ждали наступления зимы, особенно декабря. Ведь это период волшебного настроения, период подготовки к рождественским и новогодним праздникам. И прежде чем начать нашу программу, мы решили познакомить вас с некоторыми очень важными фактами о зиме. Знаете ли вы, что более половины населения Земли никогда в жизни не видели настоящего снега? Хотя даже в Сахаре однажды 18 февраля 1979 года шел самый настоящий снег. Самая большая снежинка, которую когда-либо удавалось измерить, имела диаметр более 12 сантиметров. Вообще снежинки состоят более чем на 95% из воздуха. Именно поэтому они так плавно и красиво падают на землю. А когда они падают на воду, то издается высокочастотный звук, который не слышит человек. Но, по словам ученых, этот звук не очень нравится рыбному населению реки. В общем, факты, может быть, не такие уж и важные, но, согласитесь, забавные. Мы желаем всем интересной и увлекательной зимы, а в этом выпуске полезной программы мы расскажем. Планируем праздничный стол вместе с очаровательными хозяйками в рубрике «Полезно приготовить». Изучаем инструкцию по проведению безопасного Нового года вместе с сотрудниками МЧС. Разминаемся после долгой работы за компьютером и продолжаем знакомиться с каталогом Витебской фабрики «Соблоков мебель». Уже в первые дни декабря мы предлагаем вам начать подготовку к Новому году и начать, конечно же, с того, чтобы продумать меню новогоднего стола. Согласитесь, с тем хочется порадовать и удивить своих родных и близких полезными и вкусными новогодними лакомствами. Наши участницы рубрики «Полезно приготовить» Мария и Кира готовы вам в этом помочь. Поверьте, эти две хозяюшки умеют удивлять и радовать. Всем здравствуйте! Мы семья Войтиховских. Меня зовут Мария. Это моя дочь Кира. Здравствуйте! Мы поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Желаем вашим семьям добра, любви, гармонии, тепла, покоя, ну, естественно, финансового благополучия. Сегодня мы будем готовить салат с зернёным творогом, крабовыми палочками, закуска, французская сырная, яблочная грамбл. Крамбл, яблочный крамбл. С мороженым. Так как времени у нас на приготовление мало, мы начнём с десерта, потому что его приготовление требует выпечки, да, и времени на то, чтобы выпечка остыла. Поэтому для приготовления этого десерта нам, естественно, понадобятся продукты нашей любимой торговой марки «Витебское молоко». В основе этого десерта лежит что? Вкуснейшее, любимейшее мороженое, да, пломбир от «Витебского молоко». Доставай. Ещё у нас вот такая красивая ведёрка есть. И ещё нам понадобится сливочное масло. Сливочное масло. Красивое, замечательное, любимое масло. Также для приготовления этого десерта нам понадобятся мука, сахар, мёд, корица и ягодки. Клюква. Клюква. Для украшения нам пригодится немножко мяты и яблоки. Ну и чуть-чуть, наверное, лимончика. И чуть-чуть лимончика. Для начала мы смешиваем сахар вместе с маслом. Сахара у нас сколько? Четыре. С половиной столовой ложки. С половиной столовой ложки. И натираем масло прямо в сахар. И начинаем перемешивать сахар вместе с маслом. Процесс трудоёмкий, но главное приноровиться. Сейчас мы будем насыпать стакан муки в перемешанную масло и сахар. Потом посмотрим, что получится. У нас должна получиться крошка, как мокрый песок. Но по вкусу, к счастью, это будет не мокрый песок. Пока мама перемешивает то, что мы сделали, я пока почищу яблоки. Мы сделали тесто. В идеале оно должно получиться вот таким рассыпчатым. Пока я делала тесто, Кира почистила и порезала яблоки. Форму мы предварительно смазали, теперь выкладываем на форму яблоки. Выкладывай. Выкладывай. Делаем это смело и распределяем. Распределяй. Вот так. Вот таким образом распределяем. Дальше сбрызгиваем лимоном. Это я сделаю сама, для того, чтобы яблоки не потемнели. А дальше начинаем высыпать нашу крошку. Делаем это вот таким вот образом. Теперь добавляем сверху немножко корицы. Вот таким образом посыпаем все сверху. А теперь самое интересное, особенно для детей. Мы начинаем это все активно приминать. Давай, Кира. Вот так ладошечкой. Ладошечкой активно приминаем. Яблочки должны быть закрыты все. Все. Вот таким образом. Теперь мы отправляем нашу форму в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекаться наш десерт будет 15-20 минут. Надо рукавицу дать тебе. Давай-ка мы наденем рукавицу. И вторую рукавицу. На-ка. Так. Держишь? Хорошо держишь. Можем ставить. Ставь. Ставь. Молодец. Умничка. Пока выпекается десерт, мы будем готовить салат. Да. Салат у нас необычный. С зерненым творогом от, опять же, торговой марки Витебское молоко. Это основной ингредиент нашего салата. Также нам понадобится... Кукуруза. Одна банка консервированной кукурузы. Два огурца. Так. И побольше, лучше крабовых палочек. Потому что Кира их очень любит. 200 граммов крабовых палочек и 3-4 яйца. Мы их предварительно отварили и почистили. Мы дальше будем нарезать яйца и остальные все продукты. Продолжение следует... Высыпаем кукурузу в салат. Так. И добавляем основной ингредиент нашего необычного рождественского салата. К слову, достаточно легкого. Это зерненый творог от торговой марки Витебское молоко. Нам для такого количества, в общем-то, добавляем на вкус. Но достаточно граммов 200. Хотя на мой вкус зерненый творог лишним не бывает. Заправки в этом салате никакой. Мы в данном случае не добавляем. Потому что, во-первых, зерненый творог достаточно влажный. Огурцы, кукуруза. Но для любителей можно добавить заправку в виде подсолнечного или оливкового масла, перемешанного с горчицей. Достаточно вкусно тоже. Соли, соли, соли. Хорошенько соли. Хотят? Ну, перемешиваем. Итак, наш салат готов. Мы подготовили для него красивые порционные вазочки, украшаем их листьями салата. Так. Давай. Как-нибудь симпатично укладываем. Вот так, да? По сторонам там. Да, абсолютно верно. Вот так. Теперь я выкладываю наш салат. Салат красиво. Какой аромат! Так жалко, что вы его не слышите. Но я думаю, что у каждого из вас будет возможность его приготовить. Вот таким образом мы выкладываем наш салат. Посыпаем сверху укропчиком. Добавляем листики петрушки. Чуть-чуть. И вот такой у нас порционный салат готов. Мы приготовим таких целых три. Ну а пока, в общем, мы занимались салатом, готова наша десерт. Наша выпечка в духовке. Идем вынимать. Основа для нашего десерта готова. Она подрумянилась, выглядит вполне аппетитно. И мы должны ей дать минут 15-20, чтобы она остыла. И пока она будет остывать, мы будем готовить французский десерт. Закуску! Закуску французскую! Итак, что есть в нашем волшебном пакетике? Давай, достаем. Это сыр сулугуни от торговой марки Витебское молоко. Кстати, очень полезный как для детей, так и для взрослых. Но сегодня мы будем использовать сыр гауда. Сыр высочайшего качества, поэтому можно совершенно смело использовать во всех блюдах. Для нашей закуски, кроме сыра гауда, нам понадобится... Четыре яйца. Ну, а в частности, белки от четырех яиц. И укроп. Да, зелень. И соль, перец по вкусу, а также буквально столовая ложка муки. Для начала мы будем отделять желток от белка. Добавляем немножечко соли в белок. И начинаем взбивать. Выключай. Итак, белки взбиты. Вы видите, да? На что похоже, Кира? На пенку. На снежок похоже. На красивый снежок. Плотная белая пена. Все, отставляем наши белки и принимаемся тереть сыр. Да. Можно я потерю? Потери. Потерю. Здесь примерно 200 граммов сыра. И четыре белка будут нормальными. Да. Теперь мы что делаем? Солим, перчим. Что? Солим. Солим, перчим и добавляем сыр. И смешиваем. Это перец. Перец, это соль. Соли. Давай, ты будешь добавлять сыр, а я буду мешать. Давай. Теперь мы будем формировать из нее шарики. Мы приготовили шарики, и мы пойдем их к в Классинской области. Идем. Сформированные шарики мы обваливаем в муке. Вот таким вот образом. Вот таким. И отправляем в кипящее масло. Старайтесь шарики укладывать не плотно, потому что в процессе готовки они увеличатся в размере. Ну вот вы видите, что наши шарики поджарились уже, и мы их достаем шумовкой. Желательно перекладывать в сетку или на салфетку, чтобы лишнее масло ушло. Невероятно пахнут. Готовы наши шарики. Пока с нашего блюда стекает масло, мы пойдем к нашему крамблу. К крамблу. Теперь мы поливаем ее медом. Теперь самое вкусное – мороженое. Открываем мороженое. Берем ложку для мороженого. Ее можно для начала окунуть в горячую водичку. И дальше. Мята. Кладем красивую тарелочку. Сюда кладем клюкву. Клади. Мяты много не бывает. Тоже в таких десертах. Ну, вкусности должно быть побольше. Конечно. Так. И сюда клюковку клади. Вот так. Ну, не шедевр ли? Можно еще присыпать любимым вкусным какао. Как в лучших ресторанах. И последний штрих остался – это наша сырная закуска. Мы ее выкладываем на сервированную тарелочку, бьем и расставляем. Не горячая уже абсолютно. Готово. Укропа мы чуть-чуть посыпем сверху. Готово. Так, вот. Мама, пошли стол накрывать. Вот так легко и просто мы приготовили новогодний ужин для гостей, друзей и для нас. Это всего лишь фрагмент праздничного стола. Мы уверены, что вы справитесь так же легко и просто. Мы желаем вам теплых, уютных новогодних вечеров. С Новым годом! Ну и так же сделайте это все весело. До свидания! Если вы так же хотите стать участником нашей рубрики «Полезно приготовить», то звоните по тем телефонам, которые сейчас указаны на экране, записывайтесь и делитесь своими кулинарными шедеврами. А сейчас мы расскажем о том, как встретить Новый год безопасно. Ведь никому не хочется, чтобы праздник обернулся бедой. И нам поможет в этом начальник отдела надзора и профилактики Витебского областного управления МЧС Александр Иванович Сычев. Добрый день! Добрый день! Александр Иванович, скажите, давайте мы сначала напугаем немножко наших телезрителей, что может страшного произойти в новогоднюю ночь, если не соблюдать какие-то меры безопасности, какая вообще ситуация обычно складывается, почему случаются какие-то трагедии, неприятные ситуации? Ну, в новогоднюю ночь может произойти что угодно, в том числе и чудо. Но если вернемся к вопросам безопасности, действительно не исключено возникновение пожара. И следует отметить, что 40% погибших на пожаре именно приходится на период Нового года, именно зимний период. Декабрь-январь в среднем погибает ежегодно до 17 человек. То есть это значительная цифра. 40%, еще раз повторюсь, от всех погибших. И поэтому необходимо соблюдать, конечно же, правила пожарной безопасности. В зимний период чем отличается от лета? Наши граждане, они все свои бытовые вопросы решают в помещении, именно дома. Вместо беседки и огорода они идут в дом, где и курят, где и употребляют алкоголь. Ну и, к всему прочему, еще праздники, выходные, каникулы увеличивают вот это вот условие возникновения чрезвычайной ситуации. Ну вы перечислили такие, в принципе, распространенные не только, наверное, в новогоднее время, но и на протяжении всей зимы, да, истории с курением в помещении, в нетрезвом виде курения. А что касается именно вот новогодних каких-то моментов, да, люди, например, зажигают бенгальские огни, пытаются какие-то там хлопушки, пиротехнику, да, в помещении использовать. Есть такой момент, да, это может привести к трагедии? Да, и делают это. Новогоднюю ночь происходит у нас до 10 пожаров, в том числе и имеют в случае гибели 2, 1, 2, 3 человека погибают ежегодно. Год на год, конечно, не приходится, но следует быть бдительным. Все наши службы и все другие аварийные службы находятся в постоянной готовности, чтобы быстро реагировать на любую чрезвычайную ситуацию. Помимо гибели, наверное, и травмы, да, случаются? Конечно же, очень много травм с пиротехникой. Есть и травмы детей маленьких, есть и молодежи, есть и взрослых в состоянии алкогольного опьянения. Это поражение как рук, так и лица. Есть и загорание тех же автомобилей, то есть пиротехника наклонилась, ракета выстрелила, в колесо происходит пожар. То есть может остаться такое не очень приятное напоминание о празднике. И еще материальная учерпность. Пиротехнику использовать в помещениях строго запрещено. И к первому классу пиротехники, всего 5 классов, к первому классу пиротехники относятся бенгальские огни и хлопушки. Именно с выделением огня либо искор. Таким образом это запрещено, но люди все равно это делают. В любом случае будет Новый год, и в любом случае все захотят бахнуть салют, петарду или что-нибудь еще. Да, и без бенгальских огней тоже никуда. Начиная с покупки, на что нужно обращать внимание, как выбрать пиротехнику правильно, чтобы она была безопасной в использовании, а потом как ее использовать правильно? Пиротехнику начинают продавать, как правило, за пару месяцев до Нового года. Но есть такие торговые объекты, секции, магазины, павильончики, которые продают пиротехнику периодически на протяжении всего года. И в таких магазинах я бы рекомендовал покупать пиротехнику, потому что особое внимание надзорных органов, которые периодически проверяют инструкции, качество пиротехники, упаковки, наличие информационной составляющей, располагаются те же телевизоры, экраны, на которых можно увидеть, как запускать, как она взрывается, как это красиво, как это опасно и так далее. Тут лучше покупать в каких-то точках, которые работают постоянно, специализировано, они появляются из ниоткуда перед самым Новым годом. Совершенно верно. Чтобы она была качественной. Так, хорошо. Её покупают многие заранее в пиротехнику и хранят у себя дома. Нужны ли какие-то особые условия хранения? Ну, конечно же, требуют пиротехнику особых условий хранения. Они не должны подвергаться ударам, влаге, чрезмерному нагреванию. Если взять квартиру, то где можно, где нельзя хранить? Нельзя в ванной комнате, там сырость. Нельзя около каких-то электронагревательных приборов, тоже, возможно, загорание, взрыв. Возле батареи? Тоже нельзя, конечно же, нельзя. Желательно, чтобы было проветриваемое помещение. Периодически смотреть, в каком состоянии это упаковка. На балконе можно? На балконе нельзя, конечно же, сырость опять отсыреет, выйдет из строя. Да, и, возможно, не запустится, либо запустится не так, как хотелось бы, так, как это надо. Ну и особое внимание к детям. Ни в коем случае дети не должны знать, что есть в доме пиротехника и где она хранится. Где ее можно найти? Да. Хорошо. Дома запускать нельзя и бенгальские огни зажигать нельзя. Где можно? Можно на улице. Какие-то нужно выбирать определенные площадки. Ну, давайте, бенгальские огни, понятно, что это на улице, это не в помещении, да? А если, например, запустить салют какой-то небольшой, фейерверк, какую-то площадку определенную нужно выбрать, потому что улица такое понятие растяжимое. Совершенно верно. При запуске пиротехника, ну, пиротехника, которая реализуется гражданам, это первых три класса. Первый класс – это самое безопасное, это бенгальские огнехлопушки, там, второй класс – это то, что взрывается на земле без вылета, фактически, своими словами. Ну, третий класс – это те же салюты. Как правило, высота их не достигает 50 метров. Ну, и, соответственно, радиус опасной зоны – 50 метров. Выбирать необходимо еще не только с целью безопасности, но и общественного порядка. Все-таки по соседству проживают граждане и бабушки, и дедушки, и маленькие дети, которые груднички в люльках лежат. Тоже неудобство создаем соседям и жителям домов. Соответственно, стадион, либо какое-то поле, другая площадка открыта на большом расстоянии. Я могу сказать, в новогоднюю ночь, вот, например, в нашем дворе, сигнализации машин не выключались, и это все прямо в… Детонирует, да, все, что рядом. Двор, в принципе, достаточно большой, и есть, например, хоккейная коробка, да, вот, где можно было… И, как правило, там и применим. Да, но все равно, то есть, получается, после, когда запускается салют, соответственно, дребезжат окна в домах, ну, это я так условно говорю, да, включаются сигнализации в ближестоящих авто и так далее. То есть, просто выйти во двор и запустить нельзя? Можно, если выдерживается расстояние. На любой пиротехнике… 50 метров – это, как правило, не более. На любой пиротехнике либо будет руководство по эксплуатации, либо на упаковке будет указан радиус опасной зоны. Может быть, это и 20 метров, может, и 30, может, и 5, смотря какая пиротехника. Соответственно, внимательно почитать и строго соблюдать данные рекомендации, когда беды не будет. Что же касается и установки, да, получается, снег, да, какие-то есть правила общие для всех, да, которые бы вы могли сейчас озвучить для всех видов? Ну, для каждого вида пиротехники будут свои правила. Что касается салютов, необходимо закрепить на земле либо камнями, либо кирпичами, либо снегом, чтобы этот салют не лег на сторону, на бок и не начал стрелять в окна, либо рядом расположенные автомобили. Ну, понятное дело, выдержать расстояние, которое указано на упаковке, соблюдать правила при запуске. Ни в коем случае не нужно наклоняться перед этим салютом, когда зажигаешь. На высоту, на длину вытянутой руки наклоняемся в сторону, поджигаем и удаляемся на безопасное расстояние, которое указано в инструкции. Если вдруг он не сработал, то необходимо какое-то продолжительное время все-таки подождать, потому что, как правило, не сработал, сразу подходит, наклоняется, в этот момент происходит запуск пиротехники и получение травмы. Особое внимание к детям ни в коем случае не давать им пробовать и не подводить их близко к этой пиротехнике, которая запускается, сразу их удалить на безопасное расстояние и самому уже запускать. Ни в коем случае не запускать в состояние алкогольного опьянения. Это вот основная ошибка. Хорошо отметили, потом самый смелый, самый нетрезвый, что приводит к беде. Все вот эти нормы уже потом не соблюдаются. Кстати, если человек не соблюдает те правила, о которых мы говорили, его могут привлечь к ответственности? Конечно же, есть предусмотрена административная ответственность, есть ряд статей, даже наша статья, по которой наши работники работают, в статье 23.56, часть 1, предусмотрен штраф до 30 базов лечен на гражданина. От предупреждения до 30 базов. То есть достаточно значительная сумма штрафов. Так, в новогоднюю ночь такой подарочек можно получить. Ну да, хотелось бы. Помимо пиротехники, новогодние украшения невозможно представить без гирлянд, которые горят, сияют ярким светом и на улице, и, конечно же, дома. Сейчас это все доступно, выбор очень большой на рынке, и все мы стремимся, чтобы сияло, сверкало там едва ли не в каждом углу нашего дома, не только на елке. Нужно ли обращать внимание на какие-то моменты, покупая гирлянду? Какой она должна быть? Какая гирлянда наиболее безопасна для дома? Особенно, если там есть, например, маленький ребенок. Как выбрать правильную гирлянду, которая будет безопасна для нашего дома? Требования практически такие же, как пиротехники. Гирлянда подлежит сертификации по регламенту Единого таможенного союза. Должна быть инструкция, должна пройти сертификацию на подтверждение безопасности. Отличие будет существенно и в цене. То есть, допустим, если мы используем гирлянду на балконе, то это уже будет степень защиты от пыли и влаги, там, ИП-67, например. И стоит она будет практически в 10 раз дороже. А можно практически такую же купить, но дешево. И повесить ее на балкон, сырость, короткое замыкание, и не исключено загорание. То же самое и на елке. Гирлянда, которая сертифицирована, визуально даже видно. Толщина провода совсем другая, то есть намного толще. Вилка выполнена практически, как в любом нормальном электроприборе, а не просто спайка пластмасса непонятная. Ну и, соответственно, цена будет разная. И используем, допустим, на елке провод тонкий, постоянно, каждый год разбираем, собираем ее, где-то переломилось, где-то, возможно, плафон слетел, оголились контакты, и наша мишура, блестки вот эти алюминиевые, фактически, фольга, да, контакт замыкается, происходит загорание. Либо провод оголенный, короткое замыкание, вода попадает где-то. В общем, на гирляндах экономить не стоит, лучше один раз потратиться, купить качественную, безопасную вещь, которая прослужит долго. Давайте повторением отечения, да, посмотрим еще раз, да, вот эти правила безопасного Нового года, увидим на практике, как это все выглядит, и вернемся в студию. Знакомая ситуация. Пока спит маленькая дочь, а муж на работе, молодая мама решила поставить елку. Нарядила ярко, красочно, красиво, бесспорно, но вот о безопасности, как и многие из нас, наша героиня не подумала. Тем временем мы пригласили инспектора МЧС. Зоркий глаз профессионала оценит, не испортит ли праздник новогодние украшения. Прежде всего, когда мы ставим елку, мы должны смотреть, чтобы елка была закреплена на устойчивом основании. В частности, у вас это все соблюдено. Елку не нужно ставить на ковер или ковровое покрытие, здесь его нужно будет убрать. В случае возгорания все пойдет по цепной реакции, вот обратите внимание, даже с ковра пламя перекинется на шторы, потом на подвесной потолок. Подходящее место для вашей новогодней елки подальше от шторы за навесок, а также от отопительных и электрических приборов, рекомендуют специалисты. Теперь посмотрим, во что молодая мама нарядила праздничное дерево. С виду все в порядке, но на деле подвох. Вата, которую Юля положила на ветки для имитации снега, здесь все-таки лишняя. Вата очень хорошо горит. А у вас, я вижу, здесь присутствует такой элемент, как электрическая гирлянда, которая может загореться и тем самым вызвать еще большее пламя. Не учла наша героиня нюансы подключения техники к сети. Гирлянды, ноутбук, телевизор и телефон – все в одном удлинителе и под елкой. В новогоднюю ночь, когда во всем доме работает много техники, это такой перегруз чреват последствиями. В период проведения новогоднего праздника следует учитывать то, что такие же люди в соседних квартирах также отмечают Новый год, и поэтому нагрузка на электросеть жилого дома, понятное дело, очень-очень велика. На заметку, гирлянды не рекомендуется держать включенными более трех часов. О том, чтобы они горели всю ночь, и речи быть не может. Покупать гирлянды следует только в специализированных магазинах. Перед тем, как использовать такую гирлянду, необходимо проверить, все ли лампочки у нее горят, и необходимо также проверить целостность проводов. Напоминаю, что гирлянда, на которой есть какие-то маленькие незначительные порывы в изоляции, она небезопасна. Не забывайте также о правилах безопасности при использовании бенгальских огней. Лучше, конечно, зажигать их на улице, но и дома не запрещено. Следите за тем, чтобы искры не попадали на скатерть, шторы и электроприборы. Счастливого и, самое главное, безопасного Нового года вам желают Андрей Плещук, Олег Шинкевич и Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Наше утро! Продолжаем рассказывать о том, как подготовиться к Новому году, чтобы праздник прошел безопасно. Помогает нам в этом начальник отдела надзора и профилактики Витебского управления МЧС Александр Иванович Сычев. О том, что происходит дома, мы уже поговорили. Давайте поговорим о том, что может произойти в организациях и на предприятиях. Провозится ли какая-то подготовительная работа накануне праздников именно с учреждением? Конечно же, на всех объектах проводится подготовительная работа. Новый год – это всегда праздник, но всегда требует особого внимания. Руководителям предприятий что необходимо сделать и что делается, в принципе, это назначаются ответственные лица, которые могут принять управленческое решение, если что-то вдруг случится. Самому оставаться, конечно же, на связи. Строго соблюдать правила пожарной безопасности, именно содержание потеи эвакуаций, противопожарный режим, проверить исправность технических средств противопожарной защиты, то есть сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения, их исправность. Ну и обращать внимание, как себя ведут подчиненные в этот период, потому что у всех праздник и у всех внимание. Расслабленное такое настроение, всем уже не до работы, немножко есть такой момент. Поэтому требует в этот период бдительность особую. Спасибо вам за рекомендации. Будем надеяться, что этот Новый год пройдет без чрезвычайных ситуаций, и вы сможете, ваша служба сможет отдохнуть в эти праздничные дни. Вам желаем успехов в работе, а прямо сейчас продолжаем нашу полезную программу. Нашей рубрикой «Полезно поразмяться». Как раз этот выпуск мы подготовили для тех, кто любит засиживаться за компьютером, а может быть засидится за праздничным столом, и ему нужно будет размять свою шею. Здравствуйте! Мы находимся в диспансере спортивной медицины. И я инструктор-методист по физической реабилитации Наталья. Сегодня мы продемонстрируем вам упражнения для шейного отдела позвоночника и мышц шеи. Позвонки, мышцы и связки работают как единое целое, поддерживая голову и помогают совершать различные движения. Причиной тугоподвижности и закрепощенности мышц шеи может быть сон в неправильной позе, например, в автобусе, в самолёте. Также причиной закрепощенности мышц шеи может служить длительное сохранение головы в вынужденном положении. Сегодня мы вам продемонстрируем упражнения, которые помогут вам сохранить гибкость мышц шеи. Выполняя эти упражнения, нужно соблюдать меры предосторожности. Первое. Важно. Выполнять упражнения медленно, равномерно, плавно. Не совершать никаких рывковых движений. Второе. Выполняя упражнения, мы сами должны контролировать натяжение мышц до комфортного нам состояния. Ничего через силу не делать. Иначе мы сделаем обратный эффект, и мышцы ещё больше закрепостятся. И третье. Так как мышцы шеи у нас парные, и, соответственно, прорабатывать мы должны их с обеих сторон. Если у нас какая-то мышца будет закрепощеннее слева или справа, это не значит, что мы не должны её прорабатывать. Мы равномерно работаем сначала с правой стороной, затем с левой. Первое упражнение. Мы будем растягивать разгибатели мышц шеи. Для этого мы садимся на стул, две руки в замок, на затыльную область, развели лопатки, направили их вниз, удерживаем это положение, вдох, на выдохе делаем наклон к груди. Мы делаем вдох, удерживаем на четыре счёта. Это четыре, три, два, один, дыхание. На выдохе расслабляем и направляем подбородок ближе к груди. При этом плечи тянем вниз. Мы это делаем три-четыре раза. На выдохе выровняли голову, опустили руки через стороны вниз. Следующее упражнение – это для мышц, разгибающих шею и поворачивающих голову. Сидя на стуле, плечи всегда у нас тянутся вниз, подбородок высоко. Правую руку на затылок ближе к височной кости. Рукой помогаем делать наклон вперёд и движение у нас будет к правому плечу. Вдохнули, задержали это положение. Четыре, три, два, один, выдох. Из этого исходного положения сделали вдох. Четыре, три, два, один, задержали дыхание, выдох. Ещё вдох, четыре, три, два, один, выдох. И делаем это до тех пор, пока наш подбородок не приблизится к подмышке. Вдохнули, на выдохе расслабились, опустили руку, расслабили. Верхний крючевой пояс и шею. То же самое мы делаем в левую сторону. Следующее упражнение также из исходного положения сидя для мышц-сгибателей, мышц, сгибающих шею. Руки положили на лоб. Развели лопатки. Тянем плечи вниз. На вдохе мы делаем движение назад, подбородок тянем вверх. Акцент на подбородок. Зафиксировали это положение. Забержали. Четыре, три, два, один, выдох. Бороду тянем вверх. Следующее упражнение для мышц, сгибающих шею и поворачивающих голову. Исходное положение – правая рука на лбу. Помогаем голове совершать движение назад. Вдох. На выдохе голова будет стремиться под правую подмышку. И назад. Вдох, то есть к лопаткам. Расслабились. То же самое выполняем в левую сторону. Следующее упражнение мы будем выполнять из исходного положения, лежа на спине. Дома вам для этого понадобится кровать. Над плечи находятся на краю кровати, голова на весу. Поворачиваем голову влево. Вот наше исходное положение. Из этого исходного положения мы делаем вдох, задерживаем дыхание на 4-5 счетов. И на выдохе опускаем голову вниз. Эти упражнения надо делать плавно и равномерно. На левую сторону выполняем 4-5 раз. И на правую сторону также. Следующее упражнение из исходного положения, лежа на груди, над плечи, на краю кровати. Голова повернута влево. Вот исходное положение. Удерживаем это положение головы. На вдохе наклоняем голову вниз. Задерживаем на 4 счета. Расслабляемся. Делаем так 4-5 раз. Меняем сторону. Выполняете несложное упражнение. Вы поддержите свой шейный отдел позвоночника и мышцы шеи в отличной форме. Ваши мышцы будут гибкими и эластичными. Осанка правильная. Благодарим вас за тренировку. И мы уверены, что у наших телезрителей теперь все будет в порядке и с самочувствием, и с осанкой. И дарим вам подарок от торговой марки «Витебское молоко». Если вы тоже хотите принять участие в рубрике «Полезно поразмяться» и провести тренировку, звоните по телефону, указанному на экране, и мы приедем с подарками. Наши настоящие в счастливейших моментах. Проснуться и долго завтракать с мамой. Снова встретиться и совсем забыть о делах. Сделать обычный ужин сюрпризом для любимой. Собраться большой семьей и чувствовать себя счастливым. «Витебское молоко». Люби настоящее. Сегодня мы уже говорили о подарках вашим родным и близким, а почему бы не поговорить о подарках себе любимому. Таких подарках, от которых, кстати, и шеи не затекают. Подарках, которые помогут устроиться всем гостям за праздничным столом и которые потом надолго-надолго пригодятся. Что же это может быть? Конечно же, диван от Витебской фабрики «Совлуков мебель». Отличный подарок на Новый год. Итальянские мебельные традиции вдохновили команду фабрики «Совлуков мебель» на создание принципиально новой модели дивана «Эго». В каталоге «Совлуков мебель» это самый экологичный, мягкий, аристократичный и вместе с тем очень современный диван с поистине итальянским характером и вкусом к жизни. Это именно та мебель, о которой мы говорим, сделана на века. Итак, давайте рассмотрим эту модель подробнее. В ее основу заложены главные принципы итальянских мастеров – совершенство конструкции и безупречное качество материалов. Изысканные простые и легкие линии корпуса, подлокотников и подушек. Экологически чистая древесина в основании и каркасе. Натуральные и безопасные материалы наполнителя – это микс из холофайбера и пуха-перо. При изготовлении «Эго» не используется даже ЛДСП – это экологичная мебель исключительного качества. Для обеспечения прочности и защиты от гниения древесина обработана безопасным составом, а воздушный наполнитель пух-перо распределен в подушках по специальной ячеистой технологии, поэтому о сваливании и слеживании наполнителя можно просто забыть. Чтобы обеспечить удобство и высокие ортопедические свойства в такой во всех отношениях натуральной модели, использованы высокопрочные и эластичные немецкие ремни, а для внутренней отделки применен валютин – безопасный материал, который прекрасно пропускает воздух, влагу и является гипоаллергенным. Отдельно следует сказать о невероятно мягких подушках. Каждая из них находится в специальном чехле, которые можно легко снять и постирать в стиральной машине без опасения деформации. Чехлы всего дивана крепятся на липучках и могут быть сняты для стирки в любой момент. Эго – это только диван, однако диван исключительный. Да, в нем не предусмотрено ни вместительных ниш для хранения, ни спального места, и это совершенно не та мебель, которая будет экономить место в интерьере. Однако это та мебель, которая наполнит пространство вашего дома совершенно новым смыслом и новыми ощущениями. Это мебель для интерьера, в котором важна каждая вещь сама по себе, и в котором каждая вещь сама по себе является в некотором роде произведением искусства. Диван Эго – это и есть та самая итальянская дорогая простота, сдержанный шик и, конечно же, бесподобное качество, которое ощущается с первых прикосновений. Именно так выглядит хороший вкус. Эго – это элитная мебель для респектабельного интерьера. Каждый такой диван изготавливается по индивидуальному заказу. На всех этапах производства осуществляется жесткий технологический контроль, поэтому качество этой модели соответствует самым строгим европейским стандартам. Мастера фабрики изготовят ваш Эго, необходимых для вашего дома размеров и конфигурации. Конечно же, вы можете выбрать один из натуральных наполнителей для подушек и ткань обивки из самых изысканных и высококачественных коллекций. Дизайнеры фабрики всегда готовы помочь вам в этом. Уникальные эргономичные свойства дивана Эго дают его владельцу именно то, что ценится сегодня больше всего – ощущение покоя, естественного дыхания природы и гармонии с окружающим миром. В завершении нашей программы мы желаем вам волшебной зимы и приятной подготовки к Новому году и Рождеству. И уже в следующем выпуске «Полезные программы» мы обязательно продолжим помогать вам в этом. Смотрите нас на телеканалах «Беларусь-4» и «Витебск» на сайте vtv.by. Все выпуски можно найти в официальных группах телеканала «Витебск» во всех социальных сетях. Прощаемся с вами. До встречи в эфире. Генеральный партнер полезной программы «Витебское молоко». Люби настоящее! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова